всем доброго холодного утра с вами снова я нателла пишу повесть о нателе не знаю там такую работу написала может быть даже выложу в youtube это женская тема сорок пять шестьдесят а может 35 и восемьдесят не знаю дочка холодно еду сейчас люди ввожу на работу надо купить валик со средней варсу и буду внутри здравствуйте и буду внутри красить мне вчера таня с израиля написала в инстаграм получился итальянский дворик вот этот желтый цвет цветочки твоего пишет что-то люба видела меня тоже смотрит моя зайка любочка привет моя солнышко мне очень приятно правда я думала старку вату тети уже не видишься как я служила зима сейчас сейчас дать за будет тепло сейчас я это же много постарела да ты постарела ты так а чего шоу не чувствуется мне еще не вообще ничего ничего ну вот депреждение то такая депрессив не депрессива понимаешь мёрзнет цветочки мёрзнут помидоры мои замёрзли солнце небо солнце нету просто что я буду покупать не буду я буду покупать летнюю кухню не уфо а нормальный летнюю кухню какой повернул я ж не в летнюю кухню я ж на улицу на улицу я вообще такой беды наделала поехала за людой включила свет все комары мошкара все на покрашенное села ребят я не снимала расстроенная была знаете вот нашествие саранчи желтого и белого не было дома видно все в саранче на свет в общем надо убирать пылесосом влазну так еще у нас с тобой еще есть очень провод туда еще тоже можно это ты умеешь или антону отвези у тебя и поставить плафон как-то все просто нахера я на провод делала тратила деньги у нас с тобой этого полнота не знаю прожектор да 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 пускай антончик сделает что такой грустный вчера был неприятно людочка мне она все такая никогда ничего не хвалит не ругает вообще а иногда бывает скажет домом тебе привет тебя смотрят и так неожиданно что ее друзья там посматривают курсе всех дел ребят но я себя стараюсь если достойно если там что-то видите немножко недостойного вы же понимаете я скажу доживая это я тут мне что же хочется иногда по дурагоник как бабушка на это вышел меня упал на морщин каждая дыша молода это не позволяли это было 80 наталья танцевала серьезно бабушка заводная была в обещании а если еще пять капель потянет спевала не остановишь и сама шанс честного голоса такого не было так ували просто от души пела я никогда не забудут это на деда дыки 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 да ну можно как еще не поубирали а когда тебе в воскресенье а ты выходаешь 3 дня до а тебя десятого конечно работу не 10 мои процедуры процедуры 11 на работу можно 12 брать я сама пойду с верочка или сама пойду а потом упирать в принципе ну там порвали все да надо подкрасить потом подкрасить да да дочечка выключай все равно у нас не слышно вообще будет дочь лядь как низко летает я очень смеялась в комментариях когда я перешла на украинскую мову и писали что я отдалилась от мамы все мы перейдем скоро на украинскую мову чтобы вы знали да у тебя переходи на украинскую мову а мне уже я уже всю жизнь прожита на российский или на сурчике я но я намагаюсь девчатка вы же бачите я нам а вы слухаете я намагаюсь и украинской и российской там нема что что учить ну у меня думка российскую и я прикладаю на украинскую и мне очень тяжко у меня нет этого шарма у меня нет этого харизма понимаешь доня ну в тебе мова плеве очень хорошо красиво у тебя как солючки у меня как солючки да я солючка так сколько кровей во мне намешано австрийская польская русская украинская ты шо еще еще прожил лет 20 китай такие уже китай какой-то найдется я по моим глазам точно что-то не цыгане на прошли стыгане бабушка сега рон родная по папе бабуля цыганка дедушка украинец взял замуж и семья от бабушки отказалась вот так вот но не прошли всю жизнь вместе все равно жизни детей на рожали я когда ты видишь меня на работу почему тебе за подписчики спрашивают ну как уже не что не могу сама и а на чем ты будешь ездить на чем ты будешь есть что никому забрать почему я напрягаю тебя это просто новенькие девочки новенькие смотрите я вожу дочку на работу потому что я мама потому что у нас автомобиль один и наполовину мой наполовину мамин у нас нету мужей вас муж на работу возит вот считаете я мама не всем уже возят на работу они могут машину отдать ну не машину какая разница все мои уже знают новенькие девочки я мама 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 работаю нателлой я вот нателла кем вы работаете нателлой работаю вот вот нателла в вашей профессии очень бурная биография я артистка творческий человек артистка по жизнь сейчас очень грустно я вас к зарату я бы сказала драматическо сейчас и драматическо у меня свой ресторан центре города я очень богатый человек уже позиции же может давай предложим себе заберем ну что будем всю жизнь выплачивать и хочу на две жизни выплачивать это кажется если бы не война ресторан был наш знаешь на каком уровне офигенно модное заведение туда еще чуть-чуть креатива покреативить война какой креатив может быть а я бы с удовольствием бы занималась только не бухгалтерии только я этого человека это человек вот как снежанка наша вот это там там мозг такой что вообще супер мимо не пройдет ничего никакая копейка не улетит никакой комар не пролетит даже если будет нашествие сарачи война настала мы закрылись я тогда не работала у них ты шо они с нуля начали вообще у них 0 было гривен в сейфе 0 конечно было 5 килограмм мяса и алкоголь все а как они только открылись коронавирус начался представляете я запустила заново заведение открыла двери поставщиком позвонила отсрочку взяла две недели и давай купила продала люди остались с работой повезло со снижаной можно книгу написать повезло со снижаной вообще а рабочие места как сохраняли люди на работу выводили люди работали все равно по очереди и ты постоянно работала как в офис на 9 на работу тебя до Женя по-моему отвозил и в 10 забирал раньше не я возил а другой человек возил кто может от и возит семья мне кажется мне сейчас было бы дочка или сыночек я бы тоже все для них делала так как полагается родителям мне кажется я бы никогда не никогда бы не жила своей жизни если даже мне было как это подарок какой-то хочется нет ничего не хочу я хочу это наполеон кусок наполеона сожрать наполеон чай вкусный хочу дальше я хочу мята лимон или лайк такой что такое дабл дэкер я даже выговорить не могу вкусные десерты дабл дэкер уже не будем тратить деньги давай дома попьем чай столько всего надо люда столько всего нам дома мы и так чай попьем картошку до сих пор не посадили потому что давай завтра и начнем садить восемь градусов мороза не за что купить не за что мне серьезно хорошо я куплю 100 деньги которые деньги то надо для чего деньги на картошку нет поедете купи картошки после нет ниточка денег нету после двенадцатого я тебе дам 500 гривен хватит нет они погибли покупать картошку сегодня здрасте мне сейчас другая работа я хочу покрасить кухню я могу на работу заказать по цене ресторана за пирожки она уже включала я в них там лежит садить я говорю так надо вашу картошку на землю садить я говорю что вы накупили а вона такая зараз вся они мне кажут что люди что она такая приезжает и я я бы хотела еще молоденькой картошечки купить с укропчиком бы я с масочком бы поела вот это что я хочу и хочу просто побыть с тобой и вот если будет хорошая погода посадить тебя в кресло и разговаривать разговаривать любоваться а шо щас женихи закрутят тебя в быстром танце лето и погонишь подарки принимаются а мужем и на яки поздравления принимаются люди сейчас войне живут никаких тебя не подарком и ничего такого в те годы меня и поздравляли и деньги посылали я ничего ни от кого не жду вообще ни от кого я только жду чтобы люди были со мной смотрели они и так эти комментаторы которые мне пишут девочки вам огромное спасибо даже не представляете какое огромное дело делаете для меня что вы не пишите пожаром для гадости и я уже хадости не пишут уже все нормально просто есть какое-то непонимание там нашли интересуются каждый человек по-разному видит да 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 понимаешь раньше было было ненависти сейчас ненависти не ты же же смири сказала уже все призналась а ну это да скрывала скрывала по паспорту по жизни 72 по паспорту 54 будет 12 минут записи всем пока всем пока до завтра ворота поставить поставили открывать некому и они заедают и здесь только аварии из-за этих ворот ребята вы даже не представляете куда мы только не писали куда мы только не обращались не ну и так ну буду стоять ждать шуме делать не на представляете ну да открой мне пожалуйста двери что же такое творится ну давай вторая половинка давай 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 пожалуйста побыстрейше так куда ты идешь куда ты идешь по сейчас ворота откроют закроются они на движение реагируют вот так человек прошел все они остановились и тут пробка тут машины летят куда ты мне под подлазишь ты не ну я в шоке просто шоке просто шоке от всех огни синагога красота красота иди на аварийку становятся где попала где попала и да весь красивый вид закрыл автобус мама дорогая давайте вам немножко вверх небо небо значит вчера в центре вечером дождяра был такой тут заливала девочки у меня еле-еле капнула но было нашествие саранчи в общем дом не было видно вообще не было видно дом все в этих камахах что это за комары такие комары которые не кусаются девочки что это такое вот они не кусают на их полно саранча до вот так всегда зашла в аврору новый товар кожи 2 дни но это правда да зашла за кофе да 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 зашла за кофе да 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 только радость красить красить вроде работает средняя варса сейчас буду ну как нельзя отредка редки мыло на такие хорошие на такие варны мама шмама наташа покупай мне стиральное мыло любит тряпки стирать я сейчас мыло не варю некогда мне и какой-то взяла новый ополаскиватель я всегда брала лаванду такой запах классный а это думаю поменяю взяла знаете какой немножко карамельный карамелькой пахнет девочки 44 гривны между прочим не уступает силану я вам серьезно говорю и следом не оставляет и хорошо ополаскивает в авроре классная штука а лаванда ой девочки лаванда как мужик смотрит горная лаванда наших встреч с тобой синие цветы в туалет на улицу лаванда лаванда ага ну и конечно же кофе конечно же кофе а девочки я мыло знаете какое взяла вот настоящее тоже ковали ковали как ополаскиватель тоже ковали не вели кондиционер написано ковали как вот это вот делали еще при СССР вонючая вот это вот но оно Девчата, бачите Близнуло трошки сонечко И я уже в гуморе Уже в настроении Хватит у меня тут денег Хватит заехать еще В одно место Лаванда Горная лаванда Наших встреч с тобой Синие цветы Лаванда Любила я Софию Ротару Аллу Пугачеву Но Софочка не дотягивала Все равно Не по творчеству нет Кали Пугачевой А вот харизмой своей Такой смелостью Но не два разных человека Аллочка, босячка такая была Телочка на кураже А Софочка Туберкулезница Всего боялась А наш оттуда С запада Украины Даже не с запада А вот это вот Как же там их называют Короче, с какого-то села Где граничат с Молдавией Меланхолия Дульче мелодия Меланхолия Дульче амор Меланхолия Чи меланхолия, неважно Меланхолия Меланхолия И мелодия Тран-та-та-та-та-та-амор Лара лара-лара-лара-лара-лара-лара-лара-лара-лара-лара-лара-лара-лара бабушку пропускаю. Чего я буду пугать? Это самое. Она болела туберкулезом. И она очень боялась, она сама о себе рассказывала, боялась глазов, всех вот этих вот наговоров она боялась. Матышка, по-моему, ничего никогда в жизни не боялась. А Софочка боялась. Ну, и все-таки Софочка прожила с одним мужем всю жизнь. Да, они разные. Разные. Но Алла... Алло! Алло, алло, алло. О-о-о-о. Алло. Сегодня в гневе я страшна. А мадам Брошкина, да? Вот все. Улетай, туча. Улетай, туча, улетай. Улетай, туча, улетай. Тай-та-дай, тай-та-дай. Это я была когда маленькая. Лет, наверное, мне было 9-10. И я всегда ждала, когда я поеду в пионерский лагерь. И всегда эту песню напевала. Чтобы была хорошая погода. А у меня лагерь был на берегу Азовского моря. Пионерский лагерь Салют. Потом его переименовали, еще при мне, в Азовские зори. И там были только дети пищевиков. Это пищевые концентраты, мясокомбинат. На кондитерат. Та-ра-ра-ра. Та-ра-тай-да-дай, да-да-да-да-дай. О, погодка какая. Как Аллочка пила. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Жалко, что я вчера не салавом саранчу. Девчонки, вы это бы увидели. Мои вы красоточки. Вы бы сказали, Нателло. Что? Да ты живая, что это роботца. Да. Мне так было приятно, как Танюша с Израиля написала. Нателло, у тебя, говорит, итальянский дворик. Ой. Так. Ну, от ручки, знаете, болят. Все равно. Я долго вот это белым выкрашивала. Густым-густым. Потом немножко водички добавила. А знаете, почему густым? Вот сегодня... Ой, кстати, ковары не обкакали ничего. Ничего не сделали. Там кое-где тырнуло. Так хорошо отмывается все. И краска не отмывается. Так, да? Могу я поворачиваю? Могу, да? Спасибо. Спасибо. Ну все, я поехала. Я поехала. У глазки сонненькие, да. Да, мой сладенький. Да, 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 да. Степашечка. Степашечка сонненький. Ой, тебе, боже мой. Так. Вот это вот все было вчера в Машкаре. Все, девчата. Все, буквально. Я посметала веником. Вот еще остатки сидят. Вот такие вот сидели. Все было облеплено. Буквально все. И здесь было облеплено. Вот я сметала. Вот еще в углу остались. Так это я уже сметала. Вот. Вот это вот все было на шесть. Полностью. Полностью. Степашечка. Зайка. Солнышко, давай, давай. Давай на солнышке. Давай на солнышке, да. Выгревайся. Сегодня будет холодно. Завтра будет холодно. Все дни будет очень холодно. Розу от дождя замотала вчера свою красную. Чтоб лепесточки не отпали. Ой, дурно, мол, и скучно я самому, девчата. Продолжение следует.